Дмитрий Полищук, Владимир Зовтун, они из Одессы. Пожалуйста. Размеши свежного, размеши меня, размеши меня. Здравствуйте. Добрый вечер, ребята, привет. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете на сцене? Ну, более-менее хорошо. Слушайте, получайте удовольствие, не волнуйтесь, все обязательно получится, если смешные, конечно. А где учитесь? В Одессе. Это понятно. Интересно. Я учусь в пищевой академии, он в политехе. Папа, не видно, что вы в пищевой промышленности. Я скрываю это. Скрываете это? Как можно, так и скрываю. Я думаю, бабушка, наверное, говорит, худой лапочка, поешь в своей пищевой академии. Я на факультете мяса учусь. А какие еще есть факультеты? Подожди, мне кажется, это шутка, что действительно существует факультет мяса? Серьезно? Мясных технологий. Есть молоко, есть туризм, экология. Слушайте, а скажите, а как друг друга называют? Мясники пошли или как там студенты? Да? Так и называют, да? А еще какие? Ну, у нас в Украине должен быть факультет тогда сала. Не, ну это к нам. Они под нами ходят. Под вами ходят. А если честно, то чуть-чуть выезжай, чем мясо. А факультеты десерта? Есть десерта? Не, не, не. Это Макдональдс, там уже дальше еще. Так, понятно. Это запасное образование. А вот если человек закончил факультет мяса, неважно, вот университет пищевых технологий, для него после работать в Макдональдсе, наверное, это приговор. Нет. Никогда. Никогда. Потому что вы знаете, что вы едите. Мы давали клятву на кусочки колбасы. Прикладывали к сердцу кусочек мяса. Удачи вам, мужики. Спасибо. Ребят, желаю вам удачи. Первая минута вашего выступления может стоить тысячу гривен. Ровно так и будет, если комики засмеются. У Пети была настолько короткая линия жизни, что цыганка даже не успела ему об этом сообщить. Развод бензина по воде – это единственное радужное событие в жизни троеченских школьников. Маленький мальчик так сильно боялся бабайку, что откладывал деньги на пистолет. Новый президент Голландии с первого дня начал разгребать косяки своих предшественников. Стая волков нашла себе еще одного Маугли, когда узнала, сколько дают за второго ребенка. При проверке санстанции в детском саду воспитатели заставляли детей играться с тараканами, чтобы проверка не заподозрила неладного. Персидские борцы выходят на ринг исключительно со своим ковром. Мальчик хотел увеличить на 10 сантиметров, а получилось скачать песню. На родительском собрании и все. Улыбка Вова Зеленского и Жене. Тысяча гривен. Ваши заработанные деньги. Ребята сидят на сайтах, знаешь, скачают пузырь. Ну, мясники, молодцы. Спасибо. Да. Ну, вообще, уже уважаемые комики, давно пора завести привычку удалять те письма, которые начинаются со слова «увеличь». Можно дальше не читать, сразу в спам. А ребята продолжают выступление, совсем не спам. Поздравляю. Спасибо. Хотите продолжить? Спасибо, господин ведущий. Давайте продолжим. Пять тысяч гривен ждут вас. На родительском собрании всю правду о дочери рассказали надписи на парте. Безработные вахтерши ходят сдавать кровь, чтобы хоть как-то получить шоколадку. В семье Джигурды детей не наказывают, так как они уже наказаны. Объявление. Пункт приема малолеток. Мы находимся за гаражами. Водитель трамвая не справился с управлением, но этого никто так и не заметил. Если Америка нападет и захватит Украину, то мы только за. В Узбекистане существует закон, после того, как семья поела плов, кто последний, тот и моет всем пальцы. Чтобы угодить своим хозяевам, кошка рожала сразу в ведро. Батюшка, который верил в МММ, с каждым днем молился на 20% больше. От скуки бабушки у подъездов разбились на группке и начали чмырить друг друга. Все довольно предсказуемо. Ребят, надо было с этого начинать. Кто смеялся? А я даже не буду говорить, кто смеялся. И так понятно. Про бабушек. Если есть, особенно в обиходе, такие слова «прочмырить», «гопничество». Женька всегда смеется. Литературный словарь даже я создал, наверное. Какой-нибудь. Ну, пока это тянет на брошюру. Давайте посмотрим, как смеялся Женя Кашевой и продолжим с удовольствием слушать ребят. Чмырить. Работает безотказно. Вы выиграли 5000 гривен. В следующий рубеж 10 тысяч комики платят свои собственные деньги. Ну, готовы ли вы бросить им такой вызов? Или заберете 5000? Да, господин ведущий. Конечно. Не называйте меня господин. Хозяин, говорите. Товарищ. Достаточно просто хозяин. Ребят, удачи. Очень непослушный мальчик потихоньку переносил все нужные для жизни вещи в угол. Армен знал, что перепутал бордель с общагой, но это сути дела не меняло. Очень смешно было, когда Валерий Сюткин пел в боярке «Этот город самый лучший город на земле». На кокаиновом заводе ЧП работники цеха номер 2 траванулись водкой. Объявление на Казантипе. На постоянную работу требуется ни пьющий, ни курящий без вредных привычек дракон. Когда Верховная Рада выезжает на охоту, то оппозиции дают ножи и 40 минут, чтобы скрыться в лесу. В харьковской тюрьме прошел очередной съезд блока Юлии Тимошенко. В болгарском цирке в овации заходили все номера, в которых присутствовала брынза. Мальчик-дебил бросил курить, чтобы родители не узнали, что он курит. Если в Бразилии корова упасти на кофейной плантации, то она будет давать сразу мак-кофе. Мало кто знает, что Газманов настолько злопамятный, что до сих пор осуждает Ислаула. Как по-другому скажешь? Выдохлись, ребят, кончилось время. Закончились шутки. Не хватило, немножко не хватило ребятам времени. Молодцы. Ну, немного измельчали, что ли. Да, как-то перешли, там шутки про наркотики через одну пошли практически. Просто когда одна и та же тема в течение минуты, да, уже... Ну, нам остается рассчитывать, что наркотики не помогают вам писать этот юмор. И мы встретимся в следующем сезоне. Сегодня, ребят, мы все играли. Спасибо, нам очень жаль. До свидания. Атмосфера очень замечательная, все понравилось. Приезжайте на «Рассмеши комика» и участвуйте. Здесь очень классно.